Друзья, всем привет! Давненько я не снимала такие видео, в основном какие-то маленькие обзорчики, небольших заказов. С чем это связано, бывает, наверное, с тем, что очень часто продукцию берут на заказ, и она как-то очень быстро разлетается, у меня хочется быстрее отдать товар. Но сейчас я сделала кое-что по-новому, я подкопила то, что я в основном беру для себя, и, наверное, вам как раз будет интересно, что я покупаю именно себе, не кому-то там на продажу, не кто-то там что-то заказал, а то, что в течение прошлого месяца я взяла именно для себя. Здесь, к сожалению, опять же не все. Почему? Потому что кое-какие товары действительно быстро убегают. Например, там детский шампунь, у меня его дочка уже быстренько забрала к себе ванну, начала им пользоваться, но вот кое-какие товары, даже то, что мне удалось собрать по квартире, чем мы уже начали пользоваться, я сегодня вам покажу. У меня вот такая немаленькая, не слабая коробочка, я тут все собрала, скопила, и сейчас постараюсь вам показать и рассказать. Кое-что уже, естественно, я опробовала. Итак, поехали. Ну, во-первых, я покажу, конечно, в том, в чем я сейчас. Это вот такая вот приятная кофточка, она была в разных цветах, и в прошлом каталоге у нас была распродажа одежды, и ее я как раз первым увидела, давно хотела и давно присматривала. Она меня не разочаровала, первое время, конечно, кололась, было такое ощущение неприятное, я сразу поняла, что ее надо будет постирать, и все пройдет. Однако даже без стирки, уже буквально через день-через два, она совершенно не доставляет дискомфорт. В общем, мне очень нравится, поэтому, если увидите еще такие распродажи, вот с таким вот аккуратненьким кантиком, да, вокруг горловины, очень рекомендую, обязательно берите. Ну, и давайте, раз уж мы начнем с одежды, я тоже буду показывать вам кое-что из одежды и обуви. Вот такие вот кроссовочки, да, уже на лето я взяла, точнее, взяла, не сказала мама, и впоследствии отказалась от них в пользу меня. Ну, мне они подошли, и я их, естественно, оставляю. Здесь постараюсь прикрепить фотографию или видео, как они смотрятся в уголочке, поэтому, вот, смотрите. Кстати, по ощущениям они довольно приятные, комфортно, вот, внутри стельчика обычная, тканевая, и они довольно легкие, вот. Идем дальше. Дальше это, наверное, белье, я покажу вам, спейсер, черненький, кстати, спейсеры у нас уже очень многим полюбились. Вот так выглядит спейсер, да, это спейсер, модель BS272. Очень комфортный, и особенность спейсера в том, что, несмотря на то, что материал кажется вот таким вот, как бы, искусственным, в них кожа хорошо дышит. Уже проверено, ни одной мной, многими-многими женщинами. Рекомендую, и из новой коллекции я дала белье вот такой. Вот, сейчас постараюсь показать его в каталоге. Появился он еще в третьем каталоге, но сейчас его тоже можно приобретать. Вот такой вот оно. Единственное, я когда покупала жемчужный цвет, я все-таки предполагала, что он будет какой-то более светлый, а он, видите, вот такого вот, больше бежевого оттенка. Поэтому, вот, ну, если бы я перезаказывала, то я бы, наверное, перезаказала пыльную розу. Но, ладно, в общем, у меня такого цвета еще не было, я решила себе оставить. Это вот такой вот бюстгальтер. Он в цвете жемчужный, да, будьте внимательны, именно так выглядит жемчужный оттенок. А это на картинке изображен оттенок пыльной розы. То есть я бы сейчас, конечно, взяла пыльную розу, но, может быть, конечно, и такой беж кому-то будет очень кстати. Очень красивый, вот здесь красивые лямки. Вот они вот так вот выглядят. Здесь, кто-то по шапу, нет, кто спрашивал. Аккуратное кружево. И что касается именно фаберликских бюстгальтеров, у меня вообще нет проблемы с вылазящими косточками. То есть вот 7 лет я в фаберлик, или 7-й год, неполный 7 лет, и я не знаю, что такое вылазящие косточки. Мне эта проблема вообще неизвестна. Хотя стираю я их не вручную, честно. Я их просто кидаю в машинку специально в мешочке, которую, кстати, тоже в фаберлике приобретала. Так, идем дальше. Переходим к уходовым средствам. В этом каталоге у нас есть распродажи до 75%. Там, конечно, не все идет с 75% скидками, но очень много товаров, которые можно найти по привлекательным ценам. Например, я себе нашла вот такой вот крем. Это серия Эксперт. Когда-то вот она давно у нас уже появлялась и потихоньку выходит из ассортимента. И сейчас какие-то классные кремы можно заказать очень хорошей скидкой. Этот крем идет для шеи декольте. Он, видите, с таким интересным дозатором. То есть тут при нажатии появляется крем, который можно наносить. То есть фактически нет контакта с кремом, кремом с воздухом и, соответственно, не всегда с чистыми руками. Крем очень приятно распределяется, имеет легкую текстуру и очень легкую, приятную, какую-то цветочную, сладкую отдушку. Что в нем? В нем пептиды. Это довольно активная серия. Пептид специально запатентованный. И среднемолекулярная гиалуроновая кислота. Ну, естественно, хорошо известный кислородный комплекс, который только есть в Аберлик. Новый в Тему 2. Вообще, нового в Тему 2 есть не только у нас в кремах, не только во всех уходовых средствах, но и в зубных пастах. Что немаловажно, потому что раны заживления, десен, вообще многие процессы у нас в полости рта, для них тоже необходим специальный уход. Поэтому нового в Тему 2 можно встретить и в кремах, и в зубных пастах. Вот такой вот крем. Очень красивый в упаковке. Кстати, почитала у него очень хорошие отзывы и говорят, что он даже сразу же дает хороший эффект. Я только-только начала пользоваться, получила недавно и первый раз пробовала вчера. Так, теперь тональный крем. Вот он вот в такой упаковочке. Эта серия тоже появилась, наверное, в прошлом году, и сейчас она в распродаже. Это тональный желе, крем-желе, тонирующий, да, то есть это не тональный крем, это тонирующий крем-желе. Вот, что я скажу по ощущениям. То есть когда я открыла, здесь такая вот защитная пленочка. Вот, ее можно убрать, и крем действительно имеет вот такую вот, видите? Рисую немножечко желеобразную текстуру. Она довольно легко распределяется. Его можно наносить вот такими вот вбивающими движениями, либо спонжиком. Не скрывает он сильные какие-то дефекты, то есть покраснения, но хорошо выравнивает тон кожи, то есть как легкий какой-нибудь тональник, он вообще замечательно. Но если нужно перекрывать какие-то сильные дефекты на коже, то нужно все-таки более плотную текстуру применять. Он, мне кажется, будет идеально на лето, потому что именно летом нам не хочется ничего плотного. Хочется легкий тонко для того, чтобы выровнять кожу, оттенок кожи. Так, ну если по ценам, то этот у меня вышел 400 с небольшим, а вот этот крем с очень хорошей скидочкой, по-моему, меньше 300 рублей вышелся. Идем дальше. Снова идем по косметике и переходим к декоративной косметике. Плавно от ухода в декоративной. На пограничье у нас находится тонирующий крем-желе и вот такой вот хайлайтер, который я очень хотела. В серии It's Clea, это у нас идет натуральная серия, причем здесь и как сами компоненты идут экологичные, натуральные, так и сама упаковка. Она сделана либо из переработанного сырья, здесь, скорее всего, будет переработанное сырье, потому что сама бумага не чистая, но ее тоже можно вставить в переработку. И сами баночки идут экологичные. Итак, очень-очень хотела, но, к сожалению, тон оказался для меня темноватым. Я покажу его сейчас в действии и оставляю я его на лето, когда кожа будет немного загорела. Я думаю, что будет очень даже неплохо смотреться. Сейчас он смотрится у меня не как хайлайтер, а как больше бронзант. Вот, видите, темноватый оттенок я взяла. По-моему, больше просто других оттенков не было. И я искала, взяла такой. Он как сильно отличается даже на коже. Что я хочу сказать. Уходовые свойства у него есть, как и вообще у любой декоративный косметический Фаберлик. Чем мне вообще нравится Фаберлик? То, что вся косметика, помимо каких-то вот таких красочных компонентов, содержит еще и уходовые. Здесь это витамин С, очень важный для кожи. И органический экстракт папайя ягод Годжи. Вот. Если мы говорим про профессиональную косметику, которой все так стремятся, и все хотят купить именно профессиональную, то надо отметить, что профессионалу приходится выбирать между уходовыми компонентами и стойкостью текстур. Поэтому, в общем-то, в угоду стойкости они часто отказываются от уходовых компонентов. Поэтому чаще всего профессиональные марки, они идут не на каждый день для особых случаев. Поэтому вот обязательно смотрите, есть ли в косметике декоративные какие-то уходовые компоненты. Это очень важно. Это касается и помад в том числе. Так, что еще? Давайте раз по декоративной косметике, то к разделу декоративной косметики относятся лаки. Этот лак я вообще взяла с распродажи по срокам годности. У нас частенько не бывает, всего за 49 рублей. И сейчас он у меня на ногтях. Я немножечко не поняла, что это серия Stay. Я так поняла, что это какая-то устойчивая серия Color & Stay. И похоже, по запаху я поняла, что это что-то типа среднее между лаком и гель-лаком. То есть такая переходная текстура к гель-лаку, который гарантирует стойкость. Еще один лак. Но мне кажется, что он будет прозрачный даже при нанесении в два слоя. Да, он, скорее всего, прозрачный будет. Если я немножечко ошиблась, я хотела не прозрачный взять, но тоже с блестками. Так, дальше идем. То, что я очень-очень ждала в прошлом каталоге, эти патчи были по акции. Сейчас, кстати, если у вас есть кончики, и вы делали заказ в прошлом каталоге, то их можно приобрести по акции. Вот такие вот они классные. Красные. И их особенность заключается в том, что они невидимые. То есть они совершенно прозрачные. Вот это, кстати, просто пластик. А сами патчи, они вот тут вот. Внутри. Сверху и снизу. Точно так же 30 пар патчей. И у них очень интересная форма. У них на концах потекла звездочки. И они имеют более плоскую форму, благодаря чему могут затрагивать даже такие вот труднодоступные места. Здесь, вот здесь, да, как обычные патчи. Они у нас вот тут. А эти могут как бы захватывать больше пространства. Вот поэтому они мне понравились. И у них классный состав. Здесь и коллаген, гидролизат коллагена. И кофеин есть. И экстракт портулака. Да, он, кстати, отбеливает кожу. Здесь почему-то в описании не написано было. Здесь еще есть карнозин. Это антиоксидант такой. И экстракт водорослей эвгены. Вот такие вот новые у нас патчи. В дополнение к тем двум, которые уже были в ассортименте Faberlic. Еще, оказывается, кое-что из уходовых средств и декоративки у меня есть. Это экспресс-карандаш, который я приобрела по акции в этом каталоге. Там, по-моему, надо было приобрести какое-то масло. И экспресс-карандаш идет по акции. Так вот, экспресс-масло мне заказали, а карандаш я взяла себе. Ну, как не воспользоваться акцией, да? Это идет для кутикулы. Его я уже начала и пробовать. В принципе, ну, карандаш как карандаш. Конечно, лучше его будет уже посмотреть в действии, когда я поиспользуюсь прям недельку или две. Так, дальше. Это мои любимые средства, без которых я никуда. Постоянно уходят они у меня каждый месяц или каждые два месяца я их приобретаю. Это спрей легендарный кислород. Мало того, что он содержит увеличенную дозу вот этого вот кислородного комплекса Фаберлик, который есть только в косметике Фаберлик, и можно даже залечивать ожоги. Вот тут я недавно обожглась. Это или духовка, или плита, и пузырь не образовался. Просто если его брызгивать, либо есть у нас еще гель легендарный кислород, то ни пузырь не появится. И вообще сам ожог очень быстро и безболезненно заживет. Вот, но это еще и очень классный продукт, который можно заменять тоники, можно брызгать на макияж, под макияж. Им я пользуюсь под маски, под кремы и так далее. Потому что сам кислородный комплекс, он усиливает действие всех этих компонентов, которые находятся в космисике. Вот, собственно, заканчивается один, тут же приобретаю другой. У меня как раз он сейчас закончился. И двухфазное средство. Я, кстати, пробовала средство Биоси, которое у нас появилось, тоже двухфазник, но мне не понравился, как он снимает макияж с глаз. Поэтому я все-таки вернулась к хорошо знакомому и проверенному продукту. Он хоть и мастенистый, но не оставляет неприятные ощущения на глазах. И действительно очень хорошо убирает тушь и вообще косметику с глаз. Не имеет запаха, абсолютно не аллергичен. Так, идем дальше. И, да, наверное, к гигиере перейдем. Это ополаски для пола стирта. Я заказываю разные. И в данный момент вот такие вот течебные травы заказала. Вот, стоит он, ну, наверное, 100 с небольшим. Как-то так выходит. Зубная щетка. Я беру именно такие. Вот, разных цветов. Ну, в общем, это мои репуты. Дальше. Новинка, которая у нас появилась, это ночная сыворотка для беливания зубов. Я ее еще не использовала, но продукт мне показался интересным. Он работает за счет тетранатрия пирофосфата, который замедляет скорость образования тепловодолета и предотвращает его оттвердевание. Содержит также пищевой полимер, который покрывает зубы пленкой, препятствуя прикреплению бактерий. Со слов работает он, не со слов, да, здесь вот в описании написано, что работает он только после месяца использования, в течение, после месяца использования, если использовать его ежедневно. Мыло. Это идет сменный блок. Но, честно говоря, я не пользуюсь вот такими. Вот я их уже практически все переливаю в собственный, который у меня есть в ванной. Это банан. Здесь 500 миллилитров. И сейчас я его взяла по акции каталожная 179 рублей, но у меня еще и своя скидка 26%, поэтому он вышел там 100 с копейками. Еще один аромат, который я решила попробовать, я его пока не брала, это серия La Creme. Ну, с чем его можно сравнить? Наверное, с серией DAF можно сравнить. Я его изначально воспринимала именно таким образом, потому что идет на основе... Он как бы нигелевый, и он идет такой вот крем-мало. Ну и запахи здесь очень приятные, ну и стоит он намного выгоднее, чем какие-либо DAF. В этой серии есть гели для душа и дезодоранты. Очень классная, приятная серия, рекомендую. И вот этот персиковый аромат. Почему, кстати, да, здесь он именно... Я его сравниваю с линейкой DAF. Он содержит молочные протеины. Вот. И действительно очень хорошо ухаживает за кожей. Так, дальше. Наверное, мы перейдем к тому, что я уже для волос приобрела. Это идет вот такая вот любимая мною серия Superfood. Здесь, кстати, были гели для душа и много чего еще, и шампуни. Очень жаль, что ее, по-моему, тоже опять выводят из линейки. Вот. Ну, появляется много чего нового. Сейчас я попробую открыть. Что-то у меня не получается. Так, пока Костя не открывает маску, покажу вот такой вот кератин. Вот кератин комплекс. Это шампунь. Шампунь сухой для волос. Зачем он нужен, наверное, объяснять не нужно. Спасительное средство в любой непонятной ситуации, да, когда нужно хорошо выглядеть, а голова не мыта, а нужно уже бежать. Вот. Так этот вот я взяла первый раз. Это идет для темных волос, потому что я брала вот такой зелененький для обычных. И от него немножечко оставался эффект, скажем, седины, да. Я так понимаю, что это проблема практически всех шампуней для сухих шампуней. Вот. Но, как бы, этот вот на моих темных волосах. Так, ничего, наверное, у нас благополучно открыли. Не знаю, в чем была проблема. Так, здесь у нас такая вот крышечка. И обожаемый мной запах авокадо. Кстати, эту маску очень любит цветик. Мы брали ей ревень и так далее. В общем, у нее очень длинные волосы, которыми нужно, естественно, ухаживать. Сейчас мы используем для нее вот такие вот маски натуральные. Вот серия на 95-99% состоит только из натуральных компонентов. И плюс они очень вкусные. Шампунь здесь называется йогурт, маска здесь называется пудинг, а гель для душа здесь называется в этой серии смузик. Смузи. В общем, слюнки текут, да, от одного названия. Идем дальше. И вот, что я нашла. Закатилась она у меня куда-то. И, значит, смотрите, как пишет производитель. Производитель пишет... Где же мой каталог? Вот он. Спорим, что ты влюбишься в обе. Здесь у нас две тушевые шля. Одна с черной крышечкой, другая с розовой. И я взяла себе свет наручных ресниц с розовой вот такой вот крышечкой. Она шла в мелочке. И вы знаете, вот реально тот случай, когда то, что написано в каталоге, реально случилось. Тушь мне очень понравилась. Здесь идет силиконовая вот такая вот кисточка. Она очень подвижная, как мы видим. Я не совсем поняла, для чего нужна такая подвижность. Но прокрашивать реснички она очень хорошо. Причем здесь чувствуется не какая-то влажность, наоборот, это такое сухое нанесение, но, с другой стороны, оно не прямо сухое-сухое ощущение, что тушь высохла, а такое, как будто это какая-то гелевая текстура. Ты ее наносишь, и она плавно распределяется по ресничкам. Вот сейчас она на мне. Я, кстати, наносила их ни в три, ни в пять слоев, и не увлекалась. Наносила, как обычно, слой максимум два здесь. И она реально произошла, мои ожидания. В общем, я теперь очень-очень рада, что мы... Кстати, это новые производители, и мы работаем сейчас с новыми производителями. И я думаю, что это вполне удачная тушь, вполне удачное партнерство. А теперь серии Aromeo. В этой серии я в прошлом месяце взяла Aromeo роликовые вот эти вот Aromeo масла. Здесь уже 10 мл, в отличие от маленьких вот этих вот баночек, которых 5 мл, но все равно они у меня не так быстро заканчиваются. Когда берешь целую палитру и начинаешь их сочетать, масла все равно не имеют свойства быстро заканчиваться. Но единственное масло, которое я использую очень много, это масло чайного дерева. Его можно и в кремы, его можно и в шаньпунь добавлять. И можно даже использовать как такое дезинфицирующее средство после терм, общих сау, бань и так далее. Вот. Здесь у меня идет, значит, ясное мышление. Лимон, лаванда, гавальнята, герани. Очень приятный аромат. Использовать его можно во время активной учебы и любственной работы. Помогает снять стресс. Здесь я чувствую действительно лимон, лаванду и вот этот вот мятный аромат тоже есть. Так, дальше. Я бы даже сказала, что он прям улучшает настроение. Кстати, лимончик очень часто можно и индивидуально использовать. Очень полезен для тех, кто учится. Да, и отдельно масло лимона, оно недорого, можно приобретать. Это я еще не открывала. Продемонстрирую при вас. Открываю первый раз. Это афролизиак. И здесь аромат пачули, герани, ланг-пиланг, мимоза, апсона. Проверим, что чувствуется в первую очередь. Ну, да. Здесь очень ярко чувствуется аромат пачули. Ну, есть еще и другая такая сладость. Да, наверное, это мимоза. Герани, честно, не знаю, как пахнет. Ну, прям вот есть как пачули первая, и потом идет приятная сладость. Пачули, кстати, аромат, который приносит деньги. Поэтому я совершенно не против. Если пачули, который приятно пахнет, мне он тоже очень нравится. Дальше серия аромио. Такая вот свеча. Здесь несколько ароматов, и это аромат баланс. Так, свеча здесь в этой серии вот в таких вот тяжелых металлических банках. Длинный фитиль. Очень приятный и дорогой аромат, который реально распространяется по дому. И если мы говорим о диффузорах, то они реально пахнут. И если мы говорим о свечах, то они реально пахнут. Вот. Дальше идем. Дальше, наверное, затрону немножечко серию Wellness. Я в прошлом, наверное, в январе еще приобретала первые БАДы. Здесь у нас идет новая серия. И она прекрасно заменяет iHerb, по которому люди уже, наверное, и страдали все, кто потерял iHerb. А вот серия изготовлена в партнерстве Faberlic и компанией американской Leaf Labs, с которой мы уже сотрудничали. И первая пара этих витаминов изготовлена в Калифорнии, США, для тех, кому это важно. И в то же время здесь работали именно российские ученые, наши Faberlic, для того, чтобы уникальную эту линейку создать. Витамины молекулярные, кроме того, они обладают высокой доступностью. Это, кстати, одна из проблем использования БАДов. Это то, что мы их применяем, а они не работают. Так вот, высокую биодоступность этим БАДам, то, чтобы они элементарно работали, достигнуто благодаря использованию биоперина. Элементарно это экстракт черного перца. И имеет он доказанную запатентованную эффективность. Вот этот вот биоперин, если видно, он усиливает действие многих известных суперфудов. В частности, все знают, наверное, куркуму, насколько она полезна, кладут ее в еду и так далее. Но эффективно куркума и биодоступны только в том случае, если она используется с черным перцем. И желательно с экстрактом черного перца. То есть он усиливает действие куркумы, правильно ставить в терение, в 2000 раз. То есть это общедоступный факт, его можно прочитать в интернете. И вот этот вот как раз комплекс на основе черного перца используется во многих БАДах, которые у нас есть. И тут у нас, видите, огромное количество по разным системам организма. И выбрать можно практически для любого. Я сама пью для общедительной системы и витамины, мультивитаминный комплекс для женского здоровья. Вот такие вот. Приобретала их по акции, сейчас до сих пор их можно приобрести по акции. Дешевле на 1000, плюс еще дополнительная скидка 20% для тех, у кого есть свой регистрационный номер Фаберлин. Идем дальше для продуктов по продуктам для здоровья. Нельзя себе представить, наверное, уже мою чайную коллекцию без чаев травяных. Я в прошлом каталоге приобретала, по-моему, Энерджи, еще какой-то. И еще сейчас приобрела чистота и легкость теле. Это наш Минтигидрей, который прекрасно очищает кишечник и делает это очень мягко, что немаловажно. Потому что очень часто в магазине можно купить какую-то траву, которая работает как жестко-ослабительную. Вот здесь такого жесткого действия нет. Если хочется еще мягче, то рекомендую брать Детокс Утро и Детокс Вечер. Там очень мягко очищающее действие на кишечник. Ну и, что немаловажно, эти травы всегда очень вкусные. За исключением паразитального, который, естественно, горький. Все прекрасно знают, что антипаразитарные чаи, они горькие. Ну и последняя, наверное, группа, о чем я хочу рассказать. Это средства для дома. Всегда мы их приобретаем. И в этот раз приобрели мы пенный очиститель. Это как раз вариант сухой чистки, когда чего-то стирать нельзя. Но очень нужно там избавиться от пятна на диване, на ковре, там на пальто, возможно, да, на какой-то одежде. И его классно использовать для автомобилей. То есть можно спокойно почистить сиденье автомобиля. Но мне сказал муж, что одной упаковки не хватает. То есть он спокойно израсходовал, как-то унес, расходовал одну. Одну сказал, давай вторую. Вот. Стоимость его, вообще пенных очистителей, стоимость где-то идет порядка 500 рублей в магазинах. У нас он идет 479, плюс скидка 20%, плюс скидка, если у вас сейчас есть по купончикам, выходит очень выгодно. То есть мне он достался дешевле, по-моему, 300 рублей. Вот. При том, что даже, например, профессиональная очистка автомобиля стоит больше тысячи, да, может, даже больше двух тысяч рублей. То есть две упаковки такого пенного очистителя можно спокойно очистить салон автомобиля, сделать профессиональную очистку. Дальше. Средства для матья посуды я использую нечасто, но покупаем мы для родителей Кости. Мужа. Это идет средство для матья посуды, детских принадлежностей. Она гипоаллергенная. Вот. У меня его просят приобретать, поэтому я туда вожу именно гипоаллергенный. Хотя, в принципе, все наши средства для матья посуды гипоаллергенные, ими можно мыть посуду даже детишкам от 0 лет, бутылочки и другие детские принадлежности абсолютно безопасно. Там нет тех компонентов, которые есть в магазинных, фэри, аос, там, ну, все в этом роде. Там есть опавы вредные, которые, к сожалению, так легко вымываются из посуды. Также посудомоечные таблетки на посудомоечных машин, у них также нет ни опавов, ни фосфатов, ни фосфанатов, ни в каком виде. И очень хорошо они отнывают посуду, поэтому мы их берем регулярно. Здесь 20 таблеток, ну, сколько нам их хватает? Ну, наверное, на месяц. Где-то все равно примерно каждый каталог через каталог приходится их приобретать. По цене они выходят, ну, они, наверное, подороже, чем дешевые магазины с фосфатами, но я ничего с фосфатами не покупаю, и они дешевле стопроцентно, чем экологичные таблетки класса премиум. То есть они выходят не в премиальной линейке, а выходят довольно бюджетно. Так, ну, и, наконец, мы приходим к порошкам. Я покупаю порошки, естественно, и фаберлихом, но вот этот порошок для белых изделий я обретаю, потому что он реально очень хорошо с нашей довольно жесткой водой стирает белые вещи. Еще лучше, чем фаберлихом, и, конечно, намного лучше, чем в магазине стиральные порошки, в которых я уже многократно, многократно, многократно говорила, очень много лишних буферных веществ. Это самое еще мягкое, что я могу сказать плохого об этих порошках. Наверное, самое жесткое то, что они очень токсичны и содержат такие соединения, как фосфаты. Всем известный желтенький стиральный порошок, я многократно это повторяю, содержит огромное количество фосфатов на первом месте в составе. Я не понимаю, почему он считается детским прыжком. И содержит также классы опав. Это самые вредные поверхностно-активные вещества, которые, к сожалению, очень плохо вымываются из тканей, и они остаются чаще всего на вещах, соответственно, контактируют с нашей кожей. Именно опавый фосфонат имеет свойство накапливаться в нашем организме, вызывая различные болячки, и потом мы целую зиму болеем, 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 болеем. Наверное, не только с этим связано, но накопительные действия всей химии, с которой мы контактируем так или иначе, тоже приводят к тому, что наш организм дает сбой. Я давно, жилец 7, не пользуюсь никакими магазинными стиральными прыжками, магазинными средствами для митя посуды. Для меня не существует каких-либо средств бытовой химии, в которых есть фосфаты, фосфонаты и АПАВ. Ну, то есть это А-буковка, и дальше слово идет ПАВ. Вот, поэтому всем рекомендую переходить на качественную стирку, тем более она дешевле, чем магазинными средствами. Вот такой вот у меня получился заказ. Естественно, пришел уже следующий каталог. Сейчас я его достану. Вот он такой классный. А здесь у нас, наконец-то, мы уже и страдали по новым коллекциям одежды. Много-много-много всего классного. Я уже присмотрела на себя вот такой костюм в цвете хаки. У меня был костюм в цвете хаки, когда у нас появлялось много одежды Фаберлик. Вот, и, наверное, лет 5 уже прошло. Мне хочется новый костюмчик. Мне очень нравится вот этот вот брючный костюм. Смотрите, какая приятная цена у него. Скидка же еще будет 20%-ная. И вот тоже интересное платье. Мне очень нравится. Я уже не говорю про то, что здесь и трикотажное изделие появляется. Так, сумочки. Кстати, очень много кроссовок. Снова у нас самые ходовые кроссовки. Это вот такие вот. И по цене они выходят даже выглядеть, чем в лавинах. Ну, и сумочки. Аксессуары, шляпки, сумочки. Присмотрела для себя вот эту вот и вот эту. Посмотрю какой-нибудь обязательно себе приобрету. Посмотрю, закажу и, возможно, оставлю. Кстати, вот эти туши в следующем каталоге стоят уже 449 рублей. Поэтому успевайте приобрести их в этом каталоге. Они реально классные. И никакие там, как же они называются, кабаре и так далее, которые стоят уже далеко за 400 рублей. Мне кажется, сравнения не идут с нашими тушами Faberlic, которые я очень люблю и которые не доставляют нам никакого дискомфорта в пользовании. В общем, пробуйте и спрашивайте, если вас что-то интересует. А если вам интересно получить скидочку, получать подарки от компаний со следующем каталоге, начиная с 27 марта можно будет получить подарки, подарок патчи, всего лишь за заказ 1500 рублей. Так вот, если вам хочется приобретать продукцию со скидкой, обязательно пишите. Я вам расскажу, как получить продукцию со скидкой, как получить подарок и как вообще участвовать во всех закрытых распродажах. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и всем пока!